В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Под лучами тепловизора. Три рязанских дома волонтеры проверили на потерю тепла. Полосатый квартет. В Рязани на первое для них представление казанский цирк привез месячных тигрят. Имена малышам придумывать будут всем миром. Дерзкая пятнашка. Несовершеннолетний лихач устроил аварию на улице Гоголя. Три рязанских дома сегодня попали под лучи тепловизора. Таким способом волонтеры Ассоциации «Росизол» определяют, как панельные и блочные многоэтажки сохраняют тепло и какая доля коммунальных платежей уходит, по сути, на обогрев улицы. Валерий Седов оценил происходящее своим рентгеновским взором. Сама стена, допустим, зеленая, а вокруг нее такая рамочка желто-красная. Это швы. Они идут за складное место в этом доме. Так через тепловизор выглядит типичная рязанская панелька. Конкретно дом номер 30 по улице Новоселов. Плата за отопление здесь 4800. Это если квартира четырехкомнатная. Вот только отапливают хозяева, можно сказать, еще и улицу. Так показывает прибор. Изначально я смотрю по снегу, какая температура окружающей среды, потому что прогноз погоды не всегда нам дает картинку именно в данном месте, в данной локации. Смотрим по снегу. Он у нас примерно минус 3, минус 4, минус 5 показывает. Ставлю нижний диапазон. Картинка красная. В основном это стыки дома. Теряю тепло. Подвальные помещения также. Слабые места дома. В идеале картинка на тепловизоре должна быть синей. Это будет обозначать, что дом, как и должен, тепло сохраняет. Здесь же часть уходит на улицу. Жители и сами жалуются, что в квартирах холодно. Надежда живет на девятом этаже. Последние три года с началом отопительного сезона она платит те самые 4800 и регулярно приносит в управляющую компанию заявление о том, что в квартире холодно. Ко мне приходила жилищная инспекция. У меня муж инвалид первой группы. Он не ходит. Ему 18 градусов, холодно. Они приходили, было 18,3. Они сказали, это норма. 18 это минимальная температура. А согласно тесту СанПин, оптимальная температура в жилых помещениях во время отопительного сезона должна быть от плюс 20 до 24. По национальной программе по улучшению качества жизни за счет повышения энергоэффективности они могут это сделать совершенно бесплатно. Утеплить свой дом. Они обращаются в фонд капитального ремонта и далее следует шагам. Эти шаги будут изложены в инструкции, которые составят юристы Росизола, специально, чтобы люди точно смогли добиться утепления своего дома совершенно бесплатно. Национальная программа работает по всей России с 2019 года. Анна – волонтер Ассоциации экспертов. Ее задача – проверить тепловизором, как панельные и блочные дома сохраняют тепло. Конкретно этой девушке предстоит объехать 15 городов по одному дню на каждый. В каждом городе минимум три замера. Два на типичные для города дома, как панелька на улице Новоселов. Еще один дом для измерений выберут по количеству сигналов от самих жителей. Плюс выбирают эталон, то есть дом, который идеально сохраняет тепло. Обычно это новостройка. В Рязани сегодня эталонным стал дом 106, корпус 1 по улице Большой. Все результаты измерений, а также шаги, которые нужно предпринимать, можно увидеть в группе «Индекс тепла» ВКонтакте. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Церковный праздник, обозначенный в православном календаре 15 февраля, называется «Сретение Господне». В этот день все христиане восточного обряда отмечают один из самых великих двунадесятых праздников православия. Верующие вспоминают встречу праведника Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. В Рязани открылся новый храм, посвященный этому празднику. «Сретение» в переводе с церковнославянского означает «встреча». И в православной традиции этот праздник знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов – встречу человечества с Богом. На 40-й день после рождения первенца Ветхозаветный закон предписывал родителям принести младенца в храм в Иерусалиме. Мария и Иосиф, согласно обычаю, через 40 дней после Рождества Христова пришли в храм с божественным младенцем. В то время в Иерусалиме жил праведный старец Симеон, один из ученейших людей своего времени. Это событие – встреча Симеона с Иисусом и стала основой праздника. «Мы же с вами встречаемся со Христом уже воскресшим, со Христом, который победил смерть. Какова же должна быть наша радость? И мы тоже встречаем Христа и принимаем его в свое сердце». В Рязани возведен посвященный празднику храм на улице Новаторов. Величественное здание в византийском стиле строилось больше 10 лет. И вот оно готово принимать прихожан. «Для меня это особая радость. Я в Рязани живу всю жизнь. И любое открытие, появление нового места, где можно прийти и помолиться Богу. Ну, это просто дай Бог здоровья всем, кто принимал в этом участие. Это великое дело». В Древней Руси праздник, отмечаемый 15 февраля, назывался Громницы. Считалось, что в этот день проходят границы между окончанием зимы и наступлением весны. Говорили, что на Сретене зима с весной встречаются. В Древней Руси считали, что сретенские свечки защитят посевы от болезней и вредителей. Если какому-то деревенскому жителю нужно было в своем доме отслужить молебен, ему для этого давали большую сретенскую свечу из церкви. Традиция сохранять сретенские свечи существует по сей день. «Все красиво. Весь народ торжествует и ликует. Слезы на глазах от радости». В народе с этим днем связаны немало примет. Скажем, оттепель сегодня – крайне веснее и теплый. Снег дождливый, затяжной, а в юго – поздний, холодный. Если день солнечный, следует ждать урожайного года. А если идет снег и морозы, то весна будет поздней, дождливой и холодной. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несовершеннолетний за рулем авто, казалось бы, это сам по себе случай вопиющий. Что еще может пойти не так? Но сегодня практически в центре Рязани юноша удивил всех. Мало того, что учинил аварию, так еще и на машине без аккумулятора. Квинтэнсенция подростковой глупости в нашем следующем материале. Водитель ВАЗовской пятнашки, на которую пришел с удар Ниссана, самый юный участник этого ДТП. Даже слишком юный. Ему всего 15 лет. Прав у парня, естественно, нет. Вел как умел. Даже в знаках сориентировался. Ну, почти. На перекрестке улиц Толстого и Гоголя выезжал со второстепенной, остановился пропустить другое авто, а потом резко рванул вперед. Две машины протащило навстречу третий – Рено. Такова пока предварительная картина аварии. На этом история не заканчивается. Водитель пятнадцатый – парень из областного интерната. Как добрался до Рязани, можно только гадать. Даже непонятно, чья это машина. Документов на нее нет. Но это еще не последняя загадка дня. Когда авто решили отбуксировать, вскрылась еще одна интересная деталь. Там аккумулятор есть. Теперь этим делом занимаются правоохранительные органы. Кстати, подобный случай для Рязани не первый. Обычно в таких ситуациях наказание грозит родителям. Административное наказание предусмотрено только по достижению 16-летнего возраста. Данный ребенок не достиг 16-летнего возраста. До этого возраста несут всю ответственность законные представители, либо родители несовершеннолетних. В том случае, если в каких-то подобных дорожно-транспортных происшествиях бывают жертвы, то это уже материалы уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает по достижению 14-летнего возраста. Госавтоинспекция просит родителей и законных представителей быть внимательными к детям, не допускать их за управление авто до 18 лет. Иначе отвечать придется строго по закону. Четыре новорожденных тигренка приехали в Рязань вместе с Казанским цирком. Родились они 13 января. То есть, несколько дней назад им исполнился месяц. Имена малышам пока не дали. И у каждого из вас есть уникальный шанс придумать, как будут звать будущих царственных кошек. Более подробно Марина Романюк. А голосов как у ребенка, у человеческого. В Рязань на первые в своей жизни гастроли тигрята приехали еще совсем слепыми, а теперь уже смело осваивают новые запахи и территорию. Пока осторожно, потихоньку, но уже с широко открытыми глазками. Поздравляем вас с пополнением. Расскажите, пожалуйста, как будете воспитывать молодежь? Спасибо за поздравление. Воспитывать будем с любовью. Сейчас первая задача – следить за их здоровьем, чтобы они хорошо развивались. Уже потихонечку их переводим на мясное кормление. То есть, мама кормит молоком. И дополнительно мы сейчас добавляем уже диетическое мясо. Индейка, потом курица. И в дальнейшем на говядину они перейдут. Тигрица Магда за свои 8 лет стала мамой уже в третий раз. Двое ее детей остались артистами в Казанском цирке, остальные переехали в заповедник. Магда умная, заботливая и очень любит свою семью. Я тоже грязный, да? При этом Магда – прекрасная артистка. На арене она с видимым удовольствием демонстрирует свои умения, как, впрочем, и ее коллеги. А еще все эти большие кошки любят нежиться с дрессировщиком Ростиславом. Кот он и в цирке – кот. Конечно, когда в клетке свирепый хищник ведет себя, как ласковый котик, умывается, целует вас, облизывает своим огромным языком. А как удалось вам добиться такой нежности и любви от тигров? Не знаю, вот нарисовал себе картину мира такую, как-то так захотелось, и вроде получается. Но тут нужно не забывать, что это все равно свирепые хищники, и нельзя заигрываться, потому что они тоже могут показать зубки. Ростислав около восьми лет на профессиональной арене. Он продолжил дело отца. Сегодня они трудятся вместе, бок о бок. Я с детства в цирке, благодаря тому, как папа стал работать в цирке, и другого выбора не было, как работать с хищниками. За красивым выступлением стоят долгие часы упорных тренировок и репетиций. Даже прямо сейчас питомцы разучивают новые трюки. Их еще нет в программе, но нам разрешили чуть-чуть подсмотреть. К каждому зверю свой подход, ведь у них разные характеры, и настроение тоже бывает разным. Иногда они слушаются или ленятся, но с каждым Ростислав умеет договориться. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Почему ты делаешь? Сейчас нужно побежать. Они все понимают. Ну а тигрят и малыши растут очень быстро, и вскоре их будет не узнать. Сейчас за детками ухаживают и неспешно выбирают им имена. Имен еще нет. Сейчас я вот в инстаграм страничке своей закинул тоже пост. Спрашиваю подписчиков, какие есть у них интересные имена. Так что думаем над этим. В таком случае я тоже проголосую. Проголосовать можете и вы, зайдя в аккаунт Ростислава Гаврылева. И как знать, возможно, один из этих забавных тигрят получит имя, которое придумаете именно вы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Уже знакомая многим рязанцам выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» продолжает свою работу у торгового центра «Премьер». Чавыча, палтос, омуль, нерка – это только часть деликатесов, представленных на ярмарке. Морская рыба обладает большим количеством витаминов и макроэлементов. Зимой, а особенно в период обостренной питобстановки, витамины полезны даже самому стойкому организму. Поддержать здоровье помогут деликатесы прямо с Камчатки. На прилавке у торгового центра «Премьер» большое разнообразие рыбных деликатесов. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» вновь радует рязанцев. Более 35 видов рыбы горячего и холодного копчения с ароматом ольхи, вишни и яблони, что позволяет сохранить ее полезные свойства и придать особый вкус. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Зубатку будем брать. Я думаю, что чавычу возьмем. И икру, наверное. В преддном году мы покупали два раза даже. Нам очень понравилось. Очень вкусная рыба. И свежая, видно. Мы брали палтус, мы брали чавычу. Мы палтус брали и в других магазинах. Вкус совсем другой. Это намного вкуснее. Или, я не знаю, может быть, та уже залежалась, а это, мне кажется, посвежее. Для профилактики и лечения модных нынче вирусных заболеваний предлагают самые разные лайфхаки. В том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевания протекают у людей с дефицитом витамина Д. А этим витамином как раз богата морская рыба. Например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Мы икру купили, белорыбецу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем. Очень вкусно. Икра считается чавыча самая крупная. Очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень приятно, что такая забота о нас. За икру и за рыбкой для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Но запахи аппетитные. Большим спросом у покупателей пользуется и икра. Такой вот контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами. Омега-3 и омега-6. Состав естественный. Только икра и соль. Выставка продажи икра и рыба Камчатская будет работать до 20 февраля включительно. Так что у вас еще есть время пополнить свой витаминный запас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания Город. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Партнер программы День города – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Свежие рыбные деликатесы ждут вас у торгового центра «Премьер». До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова